Итак, вы рассказываете своему другу-мусульманину о Боге, грехе, праведности, и наконец-то он решает сказать о том, что на самом деле его беспокоит. Почему христиане едят свинину? Только если он не американец, обращенный в ислам, в таком случае он скажет. Видишь ли, свинина? Это белый человек, а белый человек это свинина. Смотри, если прочитать белый человек задом наперед, что получится? Свинина. Свинина. Ну, когда возникает эта тема, у вас может возникнуть желание объяснить разницу между Ветхим Заветом и Новым и показать вашему другому-мусульманину определенные местописания, в которой говорится о пищевых запретах, с целью помочь ему понять, что именно Библия говорит определенным группам людей. Но вам следует сопротивляться этому желанию, потому что если вы позволите вашему другу-мусульманину говорить о свинине и Библии, то в конце концов вы похороните его же пророка. Давайте посмотрим, как это делается. С нами сегодня всеми любимый псевдополемист доктор Закир Найк. Доктор Найк, не могли бы вы показать нам, как похоронить вашего же пророка? Я имею в виду, не могли бы вы показать нам, почему нам не следует есть свинину? Библия говорит в книге Левит. Глава 11, стихи 7 и 8. Не ешьте мясо свиньи и не прикасайтесь к их трупам. Они нечисты для вас. Он выкопал яму, дамы и господа. Он уже за рулем грузовика. Продолжайте, доктор Найк. О том же написано в книге Второзакония, глава 14, стих 8. А свинья, хотя у нее копыта и раздвоена, не жует жвачку. Она тоже нечиста для вас. Доктор Найк уже опустил тело Мухаммеда в свежевыкопанную могилу. Все, что осталось, так это засыпать яму землей. И Иисус Христос в Евангелии от Матфея, 5 главе, 17-19 стихе сказал, не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. И кто нарушит даже самые малые из этих повелений, тот в Царстве Всевышнего будет наименьшим. А что это значит, доктор Закир Найк? Это значит, что если вы нарушите один закон, одну черточку, одну букву из Ветхого Завета, то вы не войдете в рай. Итак, Мухаммед, тебя официально похоронил доктор Закир Найк. Как так? Ну, Закир Найк цитировал книгу Левит, глава 11, стихи 7 и 8. Но что будет, если мы начнем с первого стиха? И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря им, скажите сынам Израилевым, вот животные, которые можно вам есть из всего скота на земле. Всякий скот, у которого раздвоены копыта, и на копытах глубокий разрез, и который жует жвачку, ешьте. Только сих не ешьте из жующих жвачку и имеющих раздвоенные копыта. Верблюда, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены. Нечист он для вас. И тушканчика, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены. Нечист он для вас. И зайца, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены. Нечист он для вас. И свиньи, потому что копыта у нее раздвоены, и на копытах разрез глубокий, но она не жует жвачки. Нечиста она для вас. Мясо их не ешьте и к трупам их не прикасайтесь. Нечисты они для вас. Заметьте, вы не должны есть их мясо и прикасаться к их трупам, потому что они нечисты для вас. Верблюд, тушканчик, заяц и свинья, они все нечисты. Доктор Найк также цитирует книгу Второзакония, 14 главу, стих 8. Но что если мы прочитаем, начиная с 6 стиха? «Всякий скот, у которого раздвоены копыта, и на обоих копытах глубокий разрез, и который скот жует жвачку, тот ешьте. Только сих не ешьте из жующих жвачку и имеющих раздвоены копыта с глубоким разрезом, верблюда, зайца и тушканчика, потому что хотя они жуют жвачку, но копыта у них не раздвоены, нечисты они для вас. И свиньи, потому что копыта у нее раздвоены, но не жует жвачки, нечиста она для вас. Не ешьте мясо их, и к трупам их не прикасайтесь». Итак, те же места Писания, которые говорят «не ешь мясо свиньи, потому что оно нечисто», также говорят «не ешь мясо верблюда, оно нечисто», и «не ешь мясо зайца, оно нечисто». Почему это должно вытянуть жилы из исламских богословов? Сахих аль-Бухари, хадис 25-72, сообщается, что Анас сказал «Однажды мы вспугнули зайца в Мар-Ас-Захране», и люди стали гоняться за ним, но выбились из сил. А я догнал и схватил его. Потом я принес этого зайца Абутальхи, который зарезал его, и отослал посланнику Аллаха его задние ноги, а он принял это. В другой версии этого хадиса сообщается, что Анас сказал «Однажды мы отведали». Мухаммед съел того нечистого зайца, и он ему понравился. Сахих муслим, хадис 714. Он бросал камешки из внутренней части води, а потом направился к месту жертвоприношения и своими руками принес в жертву 63 верблюда, остальных же передал Али, который принес их в жертву. Таким образом, пророк принес свой скот в жертву совместно с ним. Потом он велел положить в котел по куску мяса каждого из этих верблюдов и сварить его, а когда мясо сварилось, оба они поели и мясо, и похлебку. Абу Дауд 1762. Сообщается, что пророк сказал «Если состояние любого из них будет внушать опасение, что животное может умереть, заколи такого верблюда. Затем опусти сандалию в его кровь и выможь ему бок этой кровью, после чего позволь людям съесть его». Мухаммед и его последователи ели мясо верблюда. В Коране также разрешается есть мясо верблюда. Сура 22, аят 36. «Жертвенных верблюдов мы сделали для вас обрядовыми знамениями Аллаха. Они приносят вам пользу. Произносите же над ними имя Аллаха, когда они стоят рядами. Когда же они падут на свои бока, то ешьте от них и кормите тех, кто довольствуется малым, и тех, кто просит от нищеты. Так мы подчинили их, верблюдов, вам. Быть может, вы будете благодарны». Между прочим, у меня есть видео, где мусульмане приносят верблюда в жертву. Еще интереснее то, что Аллах особенно повелевает мусульманам не следовать иудейским пищевым запретам. В Суре 2, аяте 208, Аллах объявил, «О, те, которые уверовали, принимайте ислам целиком и не следуйте по стопам дьявола. Воистину, он для вас явный враг». Мы знаем исторический контекст этого аята, и мы можем прочитать его в Тафсирах Аль-Джалалайн, Ибн Кассира, Куртуби и во многих других. Исторический контекст заключается в том, что один из иудеев, Абдулла ибн Салам, обратился в ислам, но он продолжал соблюдать субботу и иудейские пищевые запреты. А именно, он не употреблял в пищу мясо верблюда, потому что это запрещено в Торе. Сура 2, аят 208, был ответом Абдулле, «Принимай ислам целиком, не будь наполовину мусульманинам, наполовину иудеем». Итак, евреям, обратившимся в ислам, было велено оставить повеление Торы относительно мяса верблюда. Суммируя все сказанное, мы увидели, что те же местописания, которые Закир Найк цитировал, чтобы показать, что мясо свиней запрещено, говорят, что и мясо зайца, и мясо верблюда тоже запрещены. Думаете, доктор Найк не знал об этом? Конечно же, он знал. Он просто не любит говорить своим слушателям правду. Мы также увидели, что Мухаммед и его последователи ели мясо зайца и мясо верблюда, тем самым ясно нарушая повеление Торы. Более того, Закир Найк утверждает, что Иисус подтвердил пищевые запреты Ветхого Завета, и что, согласно Иисусу, каждый, кто нарушает пищевые запреты Ветхого Завета, не войдет в рай. Это значит, что если вы нарушите один закон, одну черточку, одну букву из Ветхого Завета, то вы не войдете в рай. Это же значит, что доктор Закир Найк не только похоронил Мухаммеда, но он также окончательно подтвердил, что Мухаммед никогда не войдет в рай. Согласно Закир Найку, Мухаммед осужден Иисусом и Моисеем потому, что он ел мясо зайца и мясо верблюда. Итак, мусульмане, что вы ответите на это? Скажете ли вы, чтобы мы не воспринимали слишком серьезно пищевые запреты? Или же вы скажете, что закон, данный Моисею относительно чистых и нечистых животных, может меняться от одного пророка к другому? Слишком поздно. Поезд уехал. Ваши лучшие богословы и ученые потратили годы, утверждая, что пищевые запреты, записанные в Торе, неизменны и обязательны. И утверждая это, они открыто заявили, что Мухаммед вынужден вечно оставаться в аду. Браво, доктор Найк! Браво! Субтитры создавал DimaTorzok